Сегодня отмечается День защиты детей – празднику, посвященному охране прав несовершеннолетних. В этом году исполняется 95 лет. Россия отмечается с 1950 года. И хотя как такового празднования в связи с эпидемией не планируется, семьи по всей стране сегодня начали получать выплаты, обещанные президентом – 5,5 тысяч рублей при недостаточном семейном доходе и 10 тысяч на всех детей до 16 лет. А вот так весело начался день у самых маленьких ангарчан. Малыши из дома ребенка при хорошей погоде всегда выходят на прогулку. Сегодня решили совместить воздушные процедуры с детским утренником. В условиях сегодняшней изоляции и условиях выживания ковида мы тоже принимаем определенные меры. Сегодня у нас находится на попечении 50 детей. Максимально стараемся работать с родителями, все-таки как-то и на удаленном, и пытаемся общаться с ними на выездах, соблюдая соответствующие все меры предосторожности. В целях недопущения перекрестного инфицирования детей из разных групп не смешивают, поэтому утренники для каждой проводились по отдельности. С подарками в дом ребенка сегодня нагрянули ангарские десантники. Здесь они – частые гости. И вот мы опять с ребятами, с союз десантниками, скинулись деньгами и решили сегодня уже в какой-то раз приехать и подарить дома ребенку, дома малютки памперсы, в которых они нуждаются. То, что сейчас на улице холодно, в корпусах холодно, и вот мы сегодня привезли памперсов 550 штук. Как бы дети – наше будущее. Здесь, тем более, находятся дети-ангелы. Их жалко. Честно говорю, как и отец двоих детей, вот, честно, серьезно говорю, вот, дай бог детям здоровья. Шефам в доме ребенка всегда рады и педагоги, и воспитанники. Правда, сейчас в условиях пандемии приятное общение приходится минимизировать. У нас есть определены красные зоны. Мы закрыты для посещения посторонними организациями, сторонними организациями. Если кто-то приходит, вот эти родители, допустим, мы, конечно, их… У нас есть обработка рук, поставленная на входе. Обязательно одевать бахилы, обязательно ношение масок. Вот это все мы обязательно соблюдаем. Благодаря совместной работе педагогов и помощи органов опеки в мае восемь малышей вернулись в свои семьи. Ведь любящих маму и папу не заменит ни один даже самый добрый и понимающий воспитатель. В День защиты детей малышам, конечно, оказывают повышенное внимание. Но, как известно, любви много не бывает. Благодаря до встречи. Продолжение следует...